Вы слушаете канал Zh.Club – История Балдуина IV Прокожанного. Думаю, что многие люди смотрели фильм под названием «Царство небесное». Данный фильм действительно можно назвать культовым. Одним из главных героев всего творения является историческая личность – Балдуин IV Иерусалимский – Прокожанный. Король Балдуин IV родился в 1165 году в Иерусалиме, в семье короля Иерусалимского королевства Амари I и королевы Агнеса с Декуртене. Отец безумно любил своего сына и с детства учил его мастерству владения мечом, а также ездой верхом. С детства Балдуин поражал своей стойкостью и мужеством, он стойко держал удары в схватках на деревянных мечах. Однако, в один момент юноша перестал чувствовать боль, что насторожило его наставников. Вызванные врачи поставили неутешительный диагноз «проказа» – в наст «время» – лепра. Данный недуг отбирает у носителя чувство боли, прокажанный человек со врением начинает буквально гнить заживо. Данную болезнь не мог вылечить ни один, даже самый лучший врач – не помогали ни порошки, ни растворы всяких лечебных трав. Судьба правителя была предрешена. Но несмотря на недуг, правитель не падал духом и также самоотверженно учился владению мечом. В связи с его болезнью отец и его доверенные лица решили облачить Балдуина в плотное одеяние, а также закрыли его лицо всеми известной маской. Когда юноше было 13 лет трагически скончался его отец, по некоторым версиям его убил его же слуга. Балдуин IV был вынужден стать правителем Иерусалима. Мало кто верил в молодого правителя. Но, несмотря на гнет, Балдуин старался делать как можно больше для своего правительства. Диагноз не стал проклятием для короля, а наоборот, замотивировал его сделать как можно больше до того, как произойдет неизбежное. Молодой правитель не убивал время на всяких торжественных мероприятиях, у него не было жены и детей. Все свои силы король отдавал на укрепление своего государства. Балдуин в первый же год своего правления столкнулся со своим главным врагом – правителем сельджуков Саладином. Когда правителю было 16 лет, он неожиданно осадил Дамаск и заставил сельджукского хана бежать. С этого момента, практически вся недолгая жизнь короля проходила в военных походах. Фото «Историум.нет» численное преимущество явно было на стороне мусульман. Но это не помешало Балдуину Айви, и в 1177 году он одержал победу при Манжезаре. Правитель уже частично лишился контроля на одну из рук. Но это не помешало ему отважно сражаться плечом к плечу со своими воинами. Впоследствии многих сражений Балдуин окончательно лишился контроля над телом. Но при этом, он рвался на поле боя и заставлял своих слуг нести его туда на носилках. Величие данного правителя внушало страх врагам. Даже могучий Саладин был вынужден искать мира с правителем Иерусалима. После того, как Балдуин окончательно лишился контроля над телом, он решился на тяжелый, но важный шаг. Он сделал правителем своего регента, Гиде Лузиньяну, который был мужем одного из сестер короля. Гиде Лузиньян имел репутацию отважного воина и мудрого воеводы. Фото, wikimedia.org после выбора нового правителя Саладин нарушил свое перемирие и осадил крепость Керак. Новый правитель в связи с нерешительностью не смог оказать сопротивление. Балдуин, узнав об этом, срочно выдвинулся на помощь защитникам Керака. Его везли на носилках, привязанные к двум лошадям. И герой одержал победу в данном сражении. Однако, это не обнадежило Балдуина, ведь он не смог взять Саладина в плен. Новым правителем Иерусалима решено было поставить Балдуина де Монферрата. Балдуин IV не смог пережить череду потрясений и в 16 марта 1185 года он скончался. Правителю было лишь 24 года. Новый правитель не смог оправдать возложенных на него обязанностей. Он не справлялся с обороной Иерусалима и в конце концов Саладин захватил власть в Иерусалиме. Балдуин IV был действительно великим правителем, его подвигами люди восхищаются по наше время. История данного правителя показывает, что несмотря на смертельную болезнь человек может вписать свое имя в историю и выделяться многими качествами.